Мы разговариваем, зачем я смотрю на камеру? Сложно, да. Либо туда, либо... Определиться. Ну, периодически можно смотреть туда, да. Хорошо. То есть, период так, так, так... Всё, да? Всё. Порядок. Главное, не делать так во время съёмки. Да, я постараюсь. А то, придется, дубль переснимать. Да. Ну, нет, делать. Крылья, крылья. Вам всего. Крылья, конечно. Здравствуйте. Сегодня мы с агрономом Бинран хотим поговорить по поводу выгонки луковичных. Эта тема очень многим интересна, потому что часть наших подписчиков наверняка хочет вырастить тюльпаны, гиацинты, нарциссы, что-нибудь другое из луковичных к 8 марта, например. Ну, или просто для того, чтобы пока у нас идёт наша долгая, хоть и в этом году бесснежная зима, порадовать себя каким-то цветением дома на подоконнике. Надеюсь, что Александра сегодня нам поможет разобраться с этой темой и расскажет о выгонке. Здравствуйте. Да, попробую. Ну, что нас интересует в первую очередь? Какие виды луковичных поддаются этому процессу? Ну, практически все. Главное, что немножко разница агротехника выгонки. И, пожалуй, самые простые выгонки, это, конечно же, гиацинты. То есть начать и попробовать с этих растений может каждый. Единственное, что озаботиться этим нужно намного раньше. То есть ещё в начале осени. Где-то в сентябре нужно подумать, какие цвета, пойти в магазин выбрать луковицы. Желательно луковицы покрупнее брать, потому что чем луковицы крупнее, тем они сильнее и гарантированно будут содержать цветочную почку. И хранить луковицы нужно необходимо соответствующим образом, чтобы получить цветение к определенному сроку. Многие стараются, например, получить цветение уже к новогодним праздникам. Тогда действительно в конце сентября необходимо луковицы либо посадить, либо поставить на питательную среду и обеспечить им какой-то период покоя для укоренения. То есть это не превышение температуры, выше плюс 7, плюс 10 градусов. Когда период укоренения пройдёт, опять же необходимо понизить температуру, но в районе 0, плюс 4 градусов. Выдержать луковицы в таком режиме около двух месяцев. Это касательно гиацинтов. Но иногда гиацинты, очень благодарная культура, в принципе, способны вообще выгоняться без, скажем так, понижения температуры. То есть укоренились и практически уже через три недели цветут. Поэтому их и рекомендуют для экспериментов на любительском уровне в квартирах. Легко достаточно выгнать. Остальные луковичные, да, и тюльпаны, и нарциссы, и крокусы, всё, можно получить выгонку. И мы с вами видим на весенние праздники очень много в цветочных магазинах выгнанных растений. Можно получить и в домашних условиях, только нужно приложить усилия определенные. Ну вот сама процедура выгонки вообще, что такое выгонка, возможно, кто-то даже не знает, впервые слышит это выражение. Этот процесс, в принципе, получил популярность в Европе ещё в начале 19 века. Достаточно давно этот процесс уже поставлен на такие коммерческие рельсы. Не случайно, да, к празднику 8 марта у нас в магазинах большое количество тюльпанов, срезки тюльпанов. Хотя, в принципе, в нашем регионе до цветения тюльпанов ещё очень и очень далеко в марте месяца. Этот процесс поэтапный, включает в себя, ну, конечно же, да, отбор луковиц, обеззараживание луковиц входит в это, в артехнические приёмы, да, обязательное выдерживание в дезинфицирующих растворах. Каких, кстати? Ну, в принципе, мы используем Максим. То есть, это такой универсальный препарат, который, в принципе, борется с различными грибковыми инфекциями. Ну, это фунгицид. Да, фунгицид. Выдерживание в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке, позволяет, да, избежать каких-то таких массовых вспышек грибных инфекций в процессе выгонки растений. Потом необходимо посадить растения. Желательно, как раз-таки, для выгонки луковицы сажают неглубоко, то есть, практически не заглубляют. Рекомендуется, если это небольшое количество луковиц, очистить их от шелухи, да, верхнего слоя, то есть, чтобы луковицы были беленькие, у тюльпанов, по крайней мере, да, потому что вот этот вот верхний слой луковицы, он затрудняет прорастание ростка, да, сдерживает, и может немножко, скажем так, отодвинуть сроки цветения. Когда вот мы занимаемся выгонкой тюльпанов, это делать сложно, но просто объемы, действительно большие объемы, этим уже в промышленных, скажем так, производствах не занимаются. Дальше, опять же, необходимо луковицы посадить. Сажают их на, скажем, субстрат не то, что там сильно питательный. Обычно это 50% торфа раскисленного до нейтральной среды и 50% песка. В эту среду погружают луковицы неглубоко и дают им возможность укорениться в течение 100-110 дней. То есть, опять же, это вот выдерживание при температуре не выше плюс 5 градусов. Это то, что касается тюльпанов. Да, тюльпанов, да, ну, в общем-то, все луковицы, по идее, да, даже вот пролески, если мы выгоняем крокусы, все равно необходим период покоя, чтобы они укоренились и немножко замерли в своем развитии. А потом мы поэтапно начинаем увеличивать температуру. Сначала мы заносим, вот в ботаническом саду мы заносим в холодный отсек оранжерей, где температура не превышает 10-12 градусов. При этом влажность поддерживается достаточно высокой, не ниже 60%. В домашних условиях, конечно, можно вынести, например, на лоджию, да. Но сразу из прохладного отсека холодильника заносить в тепло не рекомендуется, потому что это существенно скажется на качестве цветения. Это будет либо короткий цветонос, либо маленький плохо сформированный бутон, в том числе и у тюльпанов, и у любых луковичных растений. То есть резкие перепады температур, безусловно, на качестве цветения скажутся. Поэтому требуется поэтапное прогревание луковиц. И после содержания уже в таком прохладном помещении где-то в течение 10-12 дней имеет смысл поднять температуру, но тоже не максимально, а градусов до 16-18. Опять же, с повышенной влажностью. Все это время продолжается полив растений, безусловно. Подкормки, в принципе, достаточно бесполезны. Они рекомендуются агротехнически, но они бесполезны, потому что срок выгонки это 3-4 недели. Растения, когда трогается в рост, да, и до цветения проходят 3-4 недели. За этот период луковицы уже не успеют впитать все эти микроэлементы, которые мы с вами постараемся вести через полив или опрыскивание. Поэтому рекомендуемый, скажем так, агротехнический ход, но по факту достаточно бесполезный. Я хотел задать вам вопрос, а что потом мы делаем с луковицами, которые уже были выгнаны, которые уже отцвели? Можно ли их использовать в дальнейшем? Или эта луковица все отдала цветку, и у нее уже нет шансов на продолжение жизни? Вопрос достаточно сложный. Опять же, зависит от сорта тюльпанов, который мы берем с вами для выгонки. Для выгонки обычно рекомендуется брать самые простые, все-таки раннецветущие сорта. Ни махровые, ни попугайные. Конечно, высший пилотаж – это заняться выгонкой сложными каких-то тюльпанов, в том числе попугайные сорта, они действительно декоративные, красивые, но это достаточно проблематично и сложно. Если мы с вами берем простые сорта, то действительно можно попробовать их сохранить. Для этого необходимо растению дать вызреть, то есть это по большому счету дождаться отцветания, срезать цветущую головку, дать засохнуть на корню и дальше высушить луковицу и хранить ее при температуре 22-24 градуса с низкой влажностью 20-30%. Это позволяет, скажем так, сформировать и сохранить цветочную почку и дать растению возможность свести повторно. Есть, однако же, подводные камни и в этом, потому что чаще всего для выгонки мы берем голландские луковицы. И следует помнить, что все-таки Голландия на этом живет, в Нидерландах. Ну конечно, это индустрия. Это индустрия, да. Поэтому вся эта индустрия направлена на то, что мы с вами полюбуемся роскошным цветением тюльпанов и придем вновь в магазин, приобретем новые луковицы. То есть луковицы голландские стали практически одноразовые, практически невозможно сохранить сорт. То есть луковица цветет, после цветения распадается на более мелкие луковицы, которые уже цветение не дадут. Более того, даже при всем соблюдении агротехнических норм выращивания этих мелких луковиц, доращивания, они через год распадаются еще на более мелкие. Так или иначе, эти сорта у нас через год, через два цвести перестают. То есть, в принципе, нет смысла этим заниматься? По большому счету, если уж быть так предельно честным, то да. Проще купить новые. Тем более, они в последнее время достаточно дешево стоят. То есть, именно на это Голландия и работает. То есть, когда луковицы тюльпанов в настоящее время стоят меньше, чем полдоллара и пять долларов иногда, или любые мелколуковичные стоят достаточно, буквально копейки, то, конечно, имеет смысл приобрести новый здоровый материал, чем мучиться с сохранением в домашних условиях. Спасибо большое, Александр. Я хочу с вами поговорить обязательно в следующей беседе про выгонку других растений, поскольку выгоняют же не только луковичные. Да, да, да. Бывают, выгоняют и древесные растения. Это сложно, интересно и имеет смысл поговорить. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваши вопросы Александре. Мы продолжим тему выгонки в следующем нашем выпуске. До свидания. 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 Субтитры создавал DimaTorzok